Всем привет! Hello! Думаете, куда мы с вами направляемся? Мы направляемся в какой-нибудь книжный магазин. Погуляем по книжным магазинам, потому что я познакомилась с одним мужчиной из Турции. Он инвалид, и он мне написал, что я бы тоже хотел путешествовать часто. Но у меня не получается, потому что я колясочник-инвалид. У него есть хобби. Он говорит, у меня странное хобби. Наверное, ветер задывает. Он собирает открытки. Представляете, открытки. И он попросил меня, прям попросил. Мне говорит, ничего не надо, просто, если можете, вышлите мне открытку с видами вашего города. Ну вот, я поехала искать открытки с видами нашего города. Конечно, он может взять это в интернете, но ему важно, чтобы открыточка была подписана, потому что он мне показал, какие у него есть открытки в коллекции. Они все подписаны с пожеланиями. Вот люди все-таки добрые есть. Общаются с ним, несмотря на то, что человек с ограниченными возможностями и встретиться никогда не получится. Но общение это никто не отменял. И вот эти вот живые письма, которые можно получить, потрогать, прочитать, энергию почувствовать другого человека, это очень важно. Поэтому я решила, что я отправлю ему такие же открытки. и очень вас прошу, помещу адрес этого человека. Вот сейчас помещу адрес. Он написал свой почтовый адрес. У кого есть такая возможность, отправьте ему открытки с хорошими, добрыми пожеланиями. Он не знает об этом. Я ему не говорила, что я блогер, что я могу попросить моих подписчиков, чтобы вам со всего мира отправили. Это пусть будет для него сюрпризом. Пожалуйста, купите открыточки и отправьте ему. Думаю, это будет очень по-доброму и приятно. Спасибо всем огромное, кто откликнется. Ну и все, сейчас идем на прогулку. Слушайте, чудеса со мной происходят. Сейчас я зашла в магазин украшений, бижутерий и встретила свою зрительницу. Лена, привет. Она смотрит все мои видео. И она рукодельница. На ней было колечко. Она показала мне, что она тоже рукодельничает. Вот это колечко на ней взяла. Сейчас она на мне. Представляете, она мне его подарила. Спасибо огромное. Я вот, если бы, если бы я его не рассмотрела, я бы подумала, что это из гранатов колечко. Из мелких-мелких усин, граненых мелких усин, они почти как бисер. И еще бисер такой под брону. Представляете? Смотрится, как гранатовое кольцо. Я так довольна вообще. Ну, сейчас вот на мне было середряное колечко, поэтому вместе не сочетается. Но я все равно напялила довольная. Леночка, спасибо огромное. Она говорит, я вам дарю его с радостью. Мне будет приятно, если вам оно подойдет. Оно мне просто подошло идеально, как на меня сделано. Короче, сняла со зрительницы кольцо. Встречайтесь почаще. Мне это нравится. Такое вот колечко. Видите, как сделано? Вот такие гранатового цвета бусинки. Она была вместе со своей подружкой. На подружке тоже был перстень. Своими руками сделан. Вот это я понимаю. Вот это перстень. Я еще и им сказала, давайте я вам покажу ваши работы и вас в кадре. Они отказались на отрез. Но я думаю, если бы вы увидели перстни и серьги, какие были на них, вы бы точно такие захотели. Потому что на подружке был такой перстень с зелеными камнями и в серебристом бисере. И вот этот серебристый бисер, он смотрится как серебро. Вот реально. Вот даже за что не догадаешься, что этот перстень сделан своими руками. Такая кропотливая, аккуратная работа. Вот это просто кругленькое колечко, а там было перстеньком сделано. Но очень красиво. В общем, такие вот у нас девочки-рукоделочки и мои зрительницы. Мне это очень приятно. Я сегодня с ненакрашенными ногтями и вся в перстнях. Ой, прям вот рада-рада я. Лена, спасибо огромное. Вышла я сегодня так удачно погулять. Я еду в книжный магазин за открытками. Вот такой магазинчик обнаружила. 9 мая, 10. Сейчас сюда зайду. Может быть, здесь есть открытки. Если нет, то тогда пойду в торговый центр комсомольский. Ну, зайду. Что-то у меня надежда такая есть для детей, наверное. Есть открытки про Красноярск-то-то? Вы представляете, открыток в магазине? Книжный магазин богатый. Открыток с видом Красноярска нет. С видами Красноярска. Это как? Раньше было, сейчас нет. Есть блокноты, есть магниты, есть альбомы, есть даже книги. А открыток нет. Ну, парень-то коллекционирует именно открытки. Ну, как вы думаете? Мне-то открытки надо. Что ж такое-то? Я помню, у меня открытки, прямо набор целый. Открыток был. Но я его кому-то отдала. Может быть, Оле, может быть, еще кому-то. Ну, кто бы знал, что они кому-то понадобятся могут. Вот эти открыточки. Ну, ладно, идем. Может, здесь книжный магазин есть, в Комсомольском. Представляете, это сколько я уже обошла и в киоски заходила почтовые. Там есть какие-то, вот, знаете, открытки с видами Красноярска, но одна открытка поделена на несколько секций. И там маленькие такие картинки. Ну, кому это надо? Еще надо мне, наверное, в Книгоград съездить. Пока что я только в киосках была. Но я их уже сколько объехала. Они всегда в киосках продавались, эти наборы открытки. Наборы открыток всегда были в киосках. В книжных магазинах я уже даже и не надеюсь их увидеть. Хотя... Ладно, пошли сюда. Потом, если что, на остановку и поеду в планету. Первый этаж уже весь обошла. Ничего нет. Но вот там прямо по курсу волшебная страна. Может, там книжки все-таки? Так-так, игротека. Нет, наверное, все-таки не книжки. Так-так-так. Уже нет. Для детей-то должны быть книжные отделы. Нет, это не то. Это не то. Ой, какой интересный светерочек. А, вот что тут. Волшебная страна. Ладно. Нам не сюда. книжки. Книги. Платье какое яркое. Неужели нет ничего? Какой-то бардак. А не магазин. Представляете, в огромный магазин, в огромный отдел канцелярии зашла. Открыток нет. Магниты есть, блокноты есть. Открыток нет. Вот такой. Он правда огромный. Ну что, в планету едем? Я не ожидала такого. Красноярцы, подскажите, где искать открытки? Где искать? Они вообще бывают? Они вообще есть в продаже? Открытки. Именно открытки. И ничто другое. Такие яблочки красивые продают. Прелестные. Так, вот здесь есть торговый комплекс Меркурий. И там в цокольном этаже, я видела, продают канцелярию. Пойдем туда. Может быть, там повезет нам. Если нет, то пойдем в детский магазин. Вот здесь тоже рядышком. Посмотрим, что там есть. Так. Это здесь он должен быть. этот отдел. Что, я пролетела на всех парусах? Нет, тут нету. Был. Так что я знаю, что было. Семь. Здесь же арматура. Бусинки всякие. нет. Только я покрофал накручить. Может, рекорд очень пролетел я в печи. Вот здесь вот. Так. Ну вот, магниты есть, опять вижу. Магнитов море. Вот такие магниты есть. 95 рублей. открытки. Ну да, открытки. До свидания. Открытки только подправительные, что ли? Сейчас прошу у продавца. Открыток не вижу. Ни наборов, ни открыток. Смотрите, какие деревья. Идеи интересные. Вот такое. Из яблочек, из груш, а это из веерочка. Денежное дерево. Видите? Бабочку сделали. И вот такое дерево. Классно. И тут монетки. 950 рублей. На это 1200. вот еще один киоск Лига Пресс. Посмотрим здесь. В магазине не было, представляете? А здесь, наверное, такие же вот. Красноярск. магнит. И все на этом. И все на этом. Сейчас прошу. Скажите, у вас открытки или наборы с видами Красноярска есть? Магниты и открытки почтовые. Покажите. Магниты и открытки почтовые. Ну, наверное, такие же на 4 части поделены. Магниты я вижу. Магниты мне не надо. по 25 рублей были в другом киоске. А, ну да, вот такие же. В основе лет. Нет, мне хотелось бы, чтобы не из кусочков или набор, или не из кусочков, а просто, вот, музей или аэропорт или еще что-нибудь. А тут вот кусочками. Ладно, спасибо. Поещу еще. Что происходит? Что происходит? Где открытки? Где? в канцелярии. Здесь я была. Это все я видела. Ну, идем в детский магазин, еще там вот Майон называется. Идем туда. Что тут? Аптека, мегафон, мокрый нос. Это что? А, это для животных. Мы новый магазин открыли, его не было, я не видела. Так. Вот еще один киоск. Наверное, такой же, наверное, такой же бедный. для вязания. Сейчас спрошу. Скажите, пожалуйста, у вас открытки с видами Красноярска есть? Нет. Спасибо. Что происходит? Ладно, Майский идем. Или не Майский, он называется Майк. Посмотрим, что здесь есть. Ломбард женская одежда, космотика, джинс, пряжа. Арифлейм. Ну, это вообще нету где. Знаете, что? там почта есть, почтовое отделение, вот там. Пойдем туда, может, почта нас выручит. Уходочки. Ну, какие. И сумочка еще вот такая. Смотрелись. Ой, а цвет-то мятный, какой красивый. Ахара. 7000, нормально, с капюшоном. Вот такой трикотажной отделкой вязаной, сшитый просто. Посмотрите, как качественно. Отличный пуховичок. 7000, нормально. Размеры разные. Вот это цель, не нравится. Пуховики посмотреть. такой черненький. 10000 почти. Вон, без капюшона просто такой дутый воротник у него. Здравствуйте. Так, пошли. Пошли, пошли. мехами. Не люблю мехами. Надежда. Вот тут подель. Вот такой серо-голубой. Тоже хорошенький. Ну, ладно. Тут большие размеры. Видите, такая ткань, как кружево. опять же мех. Оно отстегивается, но без меха наверное будет вообще скромно очень. Так, а тут с короткими рукавами и трикотажными такими пристегивающимися. Нет, нет, все ясно не на подкладе. Ага. Вот такие кофейные беленькие для снегурочки. Красные. Слушайте, какие они качественные. Прямо вот видно, что качественные. Не какие-то шнурки, и на карманах такие же замки такого же цвета. Все прям качественные. Ну, что, хорошие буховички. Ой, вот тут красный с черной чернобуркой. Так, а сколько такой стоит? 15 тысяч. Ну, нормально. Я пальто себе за 17 купила. А тут вот тепленький такой. Ну, мех опять же. Мех. Вот такие. Длинные. А эти вообще это что такое? Это на какого. На меня, конечно же. Такие синие. Курточки. Ладно. Пока еще не зима. Пока еще я не раздета. Так. Почта где-то вот здесь вот здесь Светилинк. Вот. Что такое? Как пакет, что ли? Да? Пакетка. Я у них покупала вот это вот, то, что у меня камера, я вот покупала у них. Вот. Почта России. Сейчас спросим. Ну, все называемся. Прошути. Скажите, у вас открытки с видами Красноярска есть? Рядом отделение. Вот здесь? Ага. Спасибо. Ну, большое вам спасибо. Хорошо, спасибо. Вот так, идем вниз. Вот тут у нас Икея третий этаж. На самом деле не Икея и тут все дороже. ну, в полторы точно раза, а то и в два. Это написано Икея, но тут смешанные всякие товары Икея, не Икея, хотя все желто-синее, прям краски как будто Икея. Я покупала у них, не помню, свечки, еще что-то было дороже, чем должно быть. Вот в этом здании еще есть почта, почтовое отделение. То есть там был филиал, а здесь прямо вот почтовое отделение. Ой, Люда, привет! Люда, звезда теперь. Люда на почте работает. Я вам про нее рассказывала в одном из видео. так, 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 вот почтовое отделение, фото ресторан справедливо, ничего нет такого, канцелярии нет, ну ладно, на почту зайдем. Рояль в кустах, бар, фотоотдел, фотоателье, отдел нижнего белья. Вот почта, сейчас мы туда зайдем. И на этой почте нет открыток с видами Красноярска. Я еще одну канцелярию знаю, так я так и до планеты дойду пешком, она вон уже, вон там уже планета, возле белого дома, высокого. Ну ладно, вот я еще одну канцелярию знаю, большой павильон, может быть, там будут открытки. Ой, смотрите, берез насадили, лавочку поставили, как красиво будет здесь. Так, там у нас книжных нет, где-то магазин книжный есть на Водопьяново, это примерно полторы остановки отсюда. Ну идем туда, туристическое агентство Пегас. Я еще до одной остановки дошла, булочная, говорите правильно, пишите, желательно тоже. Так, полоси, фрукты, но я вот знаю точно, что здесь была канцелярия. Ее нет, ее нет, булочная есть, вот здесь была канцелярия, точно, вот распечатка канцелярия. Я на нее так надеялась, цветы, она что, закрылась? она была. Значит, я зря сюда шла. Бабушкина плюшки, шаурма, все, еда, еда. Ну-ка, вот еще рост печати, сюда зайдем. Но канцелярии-то нет. Ой, ну, так же, магнитик, только и все. Даже спрашивать нет смысла. их тут нет точно. Вот товары. Все, канцелярии нет, канцелярия была. Не зря я сегодня шла сюда. нет, не зря. Знаете, почему не зря? Потому что я так много прошла пешком в поисках открыток, что это мне только на пользу. Сейчас еще до Водопьяного дойду, а потом пойду в обратном направлении. потому что на Водопьяного по-моему там есть книжный магазин какой-то. а завтра чтобы прогуляться я поеду в планету. Пойду или поеду посмотрим. Заброшенный какой-то планет. Командор. вот еще чуть-чуть и я уже до Водопьяного прошла. И еще столько же и я уже у планеты. Чуть меня не раздавили. Так тихо едет. Тихо просто крадется. Листья уже облетают. Деревья такие полуголые. В этом году рябина какая-то мелкая. но еще есть она. Хотя птицы уже объедают. Здесь было очень много ягод. Видите пустые ветки. Пустые кисти. Так почему я сюда подошла? Потому что вот тут я увидела констовар и штрих. Новый тоже магазинчик какой-то. Ну пойдем и потом повернем направо. Вот видите сколько мы уже с вами прошли. Идем вдруг да наше счастье. есть открытки. Хотя уже надежда меня покидает с каждым шагом. Открытки опять же поздравительные. Здравствуйте. крыточка красивая. Какая рублей. Пеналы которые можно использовать как косметички. Нески из грубого дна классные. сколько стоит 170 рублей. Сколько а 68 нормально представь да тушь косметику положил вот такой красивенький у нас пенал косметичка вот такой вот есть камуфляжный но мне вот это милее ягодный прям приятненький такой 68 рублей мне не надо конечно у меня этих косметичек розовая какая вот такие вот финалы может будут какие-нибудь наборчики хотя если бы были они бы уже где-нибудь были на виду так меня в книголю подправили сказали что в подвале есть магазин горячий пистолет есть это для гали у меня есть знакомая галя она ищет горячий пистолет где-то она за 600 рублей видела здесь вот 236 и всякие к нему эти стержни клеевые маленькие 369 галя по крайне мере узнала где горячие пистолеты продают это значит что я шла сюда не для бланки всякие все идем в книголюб любить книги будем а то мы наверное их уже давно не читали но я слушаю аудиокниги и мне это очень нравится я когда что-нибудь делаю у меня прям сайт есть если вам интересно я вам кину ссылочку и если чем-то заняты вяжете например просто сидите вяжете вместо того чтобы глаза в телевизор пялить лучше книжку слушайте аудиокнигу так все мы дошли до угла да вы мне только скажите я вам обязательно ссылку дам но если вам это интересно а то может вам интересно мои видео смотреть так и не надо вам ссылку кидать так книголюб книголюб я знаю вот здесь задувает на этой улице есть хороший магазин называется мегаткани он еще огромный магазин есть на Свердловской и филиал есть здесь но там все есть необходимое там и куговицы фурнитура всякая нитки и ткани нарядные и ткани хлопковые хотите зайдем хотите могу отзавести если хотите не хотите ну не хотите как хотите значит не заведу вас туда просто покажу с улицы вот в жилом доме жилой дом сколько это же 10 каким-то он маленьким смотрится вот мегаткани прямо его и не видно рядом с азиатской тихоокеанским банком расположен но вдруг кто не знает вот мегаткани с крылечком такой магазинчик есть вот такой да пойдемте уже зайдем может кто-то сказал фу не надо Лена не надо кто-то сказал зайди пожалуйста зайди так вот я лучше зайду кому не надо тот не будет смотреться здравствуйте ну вот смотрим ткани это то что я вам говорила манекены вот такая жаточка вот между прочим платье хочу платье хочу из такой ткани сорочечная она жатая вот представляете сшить платье в путешествии катайся гладить не надо вот какое вытащил такое и будет отлично 376 рублей за метр а это вискоза штапель приятная приятная вискозка такая ой сколько мы сегодня с вами прошли креп набив ну вот это вот ткань такая неприятная мне больше штапелек вот этот вискозный по сердцу вот интересный вот такой он вот такой красивый на черном фоне цветы кто бы шил мне из него платье летнее чтобы я рассекала красивая ирочка ирочка сошьешь я куплю так а сколько стоит 240 рублей или он по другой цене 263 сколько вот именно вот этот стоит вот это мне понравилось платье будет красивое оно и в цветах вроде и на черном фоне стройнеть будет а цветы скроют все недостатки так а это что ой нет это слишком уж вот это вот расцветка мне понравилось вот это тоже хорошенькая такая нежная так что еще что еще что еще ой а вот эта пальтовая ткань представляете если шить такое будет как будто у вас валеная пальтишка но она есть валеная ткань такие ниточки всякие приваленные ой вот это мне нравится тоже пальтишко шить и вот это красно-черное но она такая неспокойная яркая сильно флиз всякий клетчатый а кстати мне надо флиз купить я шапочку уже купила в Турции и мне нужно чтобы она была теплая подшить но так как она темно-вишневого цвета тут флиз такой вот это пальтовая что-то мне вот эта ткань сейчас нравится цвет такой пыльно-розовый вот нравится и все не знаю почему так а это что у нас ух какие пледики ой приятная приятная такая детская вот это красивый тоже плед пятьсот двадцать восемь рублей классно ой махровая какая приятная тут все такое фурнитура вот такая красивая вот это зигзагами красивая можно просто что-то простое темное однотонное сделать и вот это тесьма зигзагом имею ввиду потому что ягодки и листочки ведь на одежду не пришлешь с ленточкой лежать не надо так бисер научишь не научишь ниточки для лиза вот та такая изумрудная красивая северная пряжа не нравится принеса никаких не 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 а как а каждое я сразу сейчас все пас мне кстати ножницы нужны острющие маленькие что здесь так ну это вот хлопок про который я вам говорила полотенчики тоже приятная расцветка ну это постельная еще люблю этот магазин смотрите какая поплин красивые расцветки но из него ведь не только можно сшить эти как-то наперники сшить из него все что угодно можно сшить очень красивая расцветка а а вот перышками перышками видите он не перышками потому что из этого конечно хотя тоже можно платье сшить почему бы нет вот это скатерть можно сшить классно и вот это посмотрите поплин скатерть можно это фисташковая нежная мятная такая красивая я что-то зашла наверное не туда вот это мне нравится еще вафельная ткань вот такая расцветка мне нравится короче пошла из-за открытками называется ну и тут все косая бейка ленты девчонок вам не показывай вдруг они не захотят стать звездами сюда на youtube хотите можно ну вы меня всегда хорошо обслуживаете вы такая компетентная во всем вот именно вы вот я с вами работала часто ну давайте что-нибудь удивим сейчас давайте покраснела ничего нет а вы даже если покраснеете вы смугла не видно да продавцы такие милые не прятались не скрывались с удовольствием даже поговорили со мной так мне сказали где-то в подвале есть книжный магазин и как он называется я не прошла ли его книжный магазин в подвале я вот эту улицу честно говоря не знаю а вот канцелярия учебная вот канцтовары сейчас нам перейти надо где-то пешеходный переход найдем и пойдем туда вот нашла пойдем с вами в канцелярию все перешла я через дорогу вот этот магазин называется городской бестселлер идем надежда опять поселилась ну спасибо так вот так открытки смотрим книги есть книг много открытки а маринина цена вопроса том первый открытки есть опять же поздравительные сейчас будем спрашивать это конверты для денег а где красномерстка ладно пойдем спрашивать может наборах есть для детей много всяких раскраски такие новогодние песенки приключения игрушек какие книжки красочные у моей лизы тоже все книжки были красочные я прям шикарные покупала и она настолько аккуратно с книжками обращалась что мы их еще отдали прям вот как новые она прям зачитывалась книгами оля говорит той лишь где посадишь книжку только дай там и возьмешь она вообще была не пакостная спокойная такая вот книги читала читала так вот у нее сейчас такая коллекция есть коты воители все серии все тома есть представляете все книжки эти она прочитала и еще она читала сейчас скажу что еще какая-то серия книг у нас тоже есть все и она с ними расставаться не хочет то есть она их прочитала уже давным-давно но они у нее стоят она их никуда нет тут нету таких ну Гарри Поттер это само собой это она тоже читала дальше тетрадки всякие нет это надо наверное на кассе спрашивать что-то не находите да мне нужны открытки с видами Красноярска есть да вы что вот это счастье но я решила все равно походить погулять нет ну вот я не могу найти а вам можно заказать да конечно может сколько набор такой стоит 160 рублей ну все давайте я вам закажу телефон свой ставлю хорошо все я не буду больше искать сколько же я сегодня обошла все я заказала открытки они будут где-то около 160 рублей стоить набор представляете никуда бегать не надо мне позвонят телефон я оставила смотрите какую я лошадку тут нашла это вот можно сами такой сшить из ниток хвостик вот такие вот пуговицы ноздри ну какая прелесть лошадка вот такие пупсы вот такой котяра вот из поплина кстати шит классный так я еще видела здесь что-то пролетели мы так когда мне сказали что есть у нас где а вот здесь здесь я еще пенальчик увидела вот такой звезды что-то мне понравится очень кстати надо чехольчик для моей камеры потому что у меня уже такой страшный весь взорвался но это я не для камеры сколько стоит 346 рублей но не дешево не дешево 225 такой зелененький динозавр мне надо сшить или связать чехольчик для камеры у меня сейчас есть но он весь облез он такой удобный прям как для нее хотя это для маленького телефона покупала ну камера туда прекрасно какая прелесть трелок классный это где воду да честно честно мальчик захотел познакомиться Елена Патракова Красноярская тебя как зовут Максим 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 ты звезда ютуба чем занимаешься что-то ищешь пришел сюда да вот с другом пришли ну по ОГЭ ну понятно ладно посмотришь сегодня себя вечером елена Патракова Красноярск ну все я уже практически дома что я вам хочу сказать не теряйте надежды кто ищет тот всегда найдет вот видите сколько я сегодня прошла уже казалось бы ну все надеяться не на что ну нет нигде и все а ну вон как зашла в магазин заказала и мне привезут и позвонят а на этом все надеюсь вам было интересно а теперь пока-пока до встречи в следующем видео до встречи